Всем привет, друзья! Вы на канале В голове у Мермикипера. Сегодня мы рассмотрим, как содержать компонотус Кроинтатус в домашних условиях и рассмотрим самые частые ошибки новичков, которые содержат этих замечательных компонотусов. Также будут оглашены три золотых правила содержания Кроинтатусов. Кроинт мы заселим во Вгум Дуплет, один из лучших инкубаторов в своем роде. В недавнем обновлении появилась доп. отверстия, выхода и ручка для более удобной и тяжелой крышки. Итак, наши Кроинтатусы довольно-таки хорошо подросли. В колонии уже 11 рабочих и огромное количество расплода для именно Кроинтатусов. Как мы знаем, данные муравьи довольно-таки медленно развиваются, тем более в домашних условиях. Смотрите, пробирка даже держится без подставки. Для приглушения вибрации добавим пупырки. Давайте поговорим, кто же такие Кроинтатусы. По праву, их можно считать одними из самых агрессивных компонатусов Европы. При малейшем шатании ваты из пробирки вылетает туча молниеносных рабочих, которые на ранних стадиях показывают свою активность в охоте на мелких тараканов. Солдаты этого вида участвуют в охоте. Это вам не падальщики, как те же Никобарентисы. А крас у этого вида особенный. Все касты Кроинт имеют серый цвет. Баюшка матки больших рабочих и солдат на первом сегменте имеют оранжевое пятно. Такой контраст холодных цветов делает Кроинтатусов также одними из самых эстетичных кампов. Словно серые угольки с раскаленной их частью, Кроенты обжигают своих врагов и набрасываются на каждого, кто встанет на их пути. Итак, давайте рассмотрим три правила содержания данных охотников. С июля по декабрь этих кампов нужно гореть до 30 градусов. Это обязательные условия для быстрого развития с нуля и колонии в целом. Многие новички держат этих компонатусов при 22-23 градусах и они у них не развиваются и жрут расплод. Одно из самых важных правил не стрессовать одиночных маток чаще чем раз в 4 дня и колонии чаще чем раз в 2-4 дня. Многие нулевые матки жрут расплод из-за вибраций и стресса. Продолжение следует... Продолжение следует... И, пожалуй, самое важное правило это проведение диапаузы. Без зимовки в холодильнике у многих российских муравьев отключается развитие напрочь. У коронитацию в похожей ситуации, только пихать в холодильник их на 6 месяцев не нужно. Так как муравьи испанские, диапауза проходит при 15-18 градусах и на подоконнике. Чтобы войти в диапаузу необходимо с 1 декабря по 15-е постепенно понижать температуру и дойти до 15-18 градусов. С 15-го декабря по 15-е февраля муравьи находятся при температуре 15-18 градусов. В этот период кормим муравьев раз в неделю. С 15-го февраля по его конец также плавно выводим муравьев из диапаузы. Доходя до 30 градусов, дальше можно держать эту отметку уже до 15-го декабря, то есть до следующей диапаузы. Вообще, круенты в питании не повреды. Хорошо едят личинок жука знахая и туркменских тараканов. Так как адекватные свежеотлетевшие матки круентатусов стали завозиться в этом году, то с этого года стартовал марафон по поднятию круентатусов до максимальной численности. Пожалуй, до первых рабочих должен дойти каждый, кто их содержит, чтобы увидеть в действии солдат круентатусов. Рекорд по поднятию 100 рабочих. До этой численности круент довели 6 лет назад, но эта информация, возможно, не точна. В группе ВК выкладываются практически каждый месяц посты с новостями и лайфхаками по поднятию данных муравьев. Кстати, кто хочет купить круент и принять участие в марафоне, может обратиться опять-таки в мою группу ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok